Привет, ребята! В сегодняшнем видео мы с вами будем говорить о трех критически важных и ключевых моментах при отказе от курения травы. Возможно, таковых моментов можно насчитать и больше, но в данном видео мы осветим три самые, на мой взгляд, важные. Погнали! Момент первый. Это должно быть твердое, непоколебимое решение, которое не подвергается сомнению на всем пути вашего отказа. В английском языке есть такое замечательное выражение never look back. Оно очень хорошо подходит к нашей ситуации. Оно означает, что мы никогда не смотрим назад, не оглядываемся, не ностальгируем, не вспоминаем прошедшие времена, а смотрим только вперед, идем только вперед, высоко подняв голову. Для того, чтобы сделать такой шаг, безусловно, потребуется мужество. Нужно решиться на очень честный и откровенный разговор с самим собой. Нужно адекватно взглянуть на свою жизнь и сопоставить в ней все факторы и положения. К чему я хочу прийти? Чего добиться? Что мне в этом мешает? Как я могу исправить то, что меня не устраивает? Также нам предстоит провести сравнительный анализ трезвой и нетрезвой жизни. Представьте себе визуально весы, на чаши которых мы кладем плюсы от будучи трезвым, от жизни в трезвом состоянии и минусы, которые мы уже все с вами прекрасно знаем, которые мы обсудили, которые мы пришли, которые мы имели мужество и смелость так или иначе обозначить. То есть признать их самому себе, сказать, что да, у меня есть с этим проблема, но я готов с этим работать, я готов бороться и я готов выиграть эту борьбу. Пункт номер три может показаться самым агрессивным и радикальным из вышеперечисленных, но, к сожалению, такова реальность. К сожалению, это необходимый шаг, который нужно сделать для того, чтобы перестать курить траву. Это удалить контакты всех барыг, перестать себя так или иначе ассоциировать с курящим сообществом, выкинуть все запасы и девайсы. Курящее сообщество – это могут быть наши друзья, товарищи, с которыми мы действительно хорошо проводили время, которые дороги нам и важны. И вообще фактор друзей в жизни очень важен. Друзья – это наше золото, это наше богатство. Но правда и реальность такова, что надо себя уже с молоду, что называется, готовить к самостоятельной, независимой жизни, где мы ответственны за свою жизнь, за решения, которые мы принимаем. И что все так или иначе в этой жизни может измениться, начиная от места жительства, круг интересов, круг друзей. Ничего не вечно на самом деле. Поэтому, как бы близок нам не был тот или иной друг или знакомый или товарищ, если он не может войти в наше положение, если он не может принять тот выбор, который мы с вами делаем, если он его осуждает, каким-то образом высмеивает, пытается надавить, пытается склонить на сторону опять употребления, приводит какие-то неразумные, нелепые аргументы, то, наверное, и грошится на такому другу. А в тот же момент, когда мы перестаем курить и движемся вперед, уплываем с этого острова невезения на лодке спасения, так называемой, то в нашем поле, в нашем биомагнитном поле начинают появляться новые перспективы, возможности, в том числе люди и знакомства. Еще пару месяцев назад тебя бы ничего не связало с человеком, с которым ты сегодня говоришь, и как будто вы друг у друга с языка снимаете слова, как будто вы знаете друг друга всю жизнь, вы чувствуете эту химию, вы чувствуете контакт, потому что вы начинаете вещать на одной и той же частоте. У вас начинают появляться общие интересы, которые еще пару месяцев назад, как я сказал, вообще бы как бы даже не фигурировали, даже не маячили бы на горизонте. То есть вам не о чем было бы поговорить, вы бы ходили обсаженный, как бы, да, в своих думах и мыслях, а этот человек занимался бы спортом дальше, как он занимался, например, да, или чего-то хотел достичь в этой жизни, к чему-то стремился, но это был не ваш случай. Поэтому все стремительно меняется, нужно быть готовым к этим переменам, нужно с радостью, с возбуждением, с энтузиазмом ждать их, идти навстречу и никак не бояться. Никак не бояться того, что новая жизнь, которой мы начнем с вами жить, станет скучнее, тусклее той жизни, которую мы с вами проживали много лет, будучи курящими траву. Нам больше это не нужно, мы готовы от этого освободиться, и сегодня настал тот самый день, когда мы готовы взять быка за рога. Какие еще способы и средства могли бы помочь нам на этапе нашего выздоровления? Ну, дневник выздоровления, собственно, да. То есть фрирайтинг и вообще любая форма изливания своих мыслей на бумагу, об этом было мое прошлое видео, помогает разобраться в себе. Но на данном этапе критически важно отслеживать свои состояния и настроения. То есть это в некотором смысле это книга больного, книга выздоравливающего, перефразируем немножечко это, да. То есть не столько надо описывать, мне кажется, опять-таки форма совершенно свободна, вы можете это делать как вам нравится, как вам удобно и комфортно. Но мне кажется, очень важно здесь подмечать изменения в настроении. То есть прошел день, по итогу дня вы выделяете 5-10 минут, садитесь вместе со своей тетрадкой и ручкой где-нибудь в укромном месте, где вас никто не отвлекает, и пишите о своих мыслях. С какими сложностями, трудностями, переживаниями вам сегодня пришлось столкнуться, как вы себя чувствуете, каковы ваши мысли. Очень важно навести в голове порядок и отследить мыслеформы, которые так или иначе находятся в вашей голове. Это очень важно, потому что это тот фундамент, который формирует наше дальнейшее жилье, который формирует наш дальнейший дом. Это те семена, которые мы кладем в землю и из которых вырастает мощное крупное дерево со временем, да, дерево под названием трезвая и счастливая жизнь. Также на этом этапе встречаются разные коварные и непредсказуемые игры разума. Игры разума замечательное название для этого состояния, как мне кажется. Состояние, когда мозг начинает, как плачущий ребенок, дергать за юбку мамку и говорить, «Мама, купи мне, купи мне», начинает плакать, истошно кричать. И это означает, что наш мозг хочет встать на тот самый маршрут, пойти тем же самым нейронным путем, которым мы ходили столько много раз до этого. Здесь надо с ним, с ребенком быть очень педагогичным, да, так же, как мы могли бы быть педагогичным с реальным ребенком в реальной жизни. Надо себя занять чем-то, что могло бы полностью поглотить наше внимание. И это что-то должно быть, я знаю, это звучит немножечко сложно, но это должно быть что-то, что раскрыло бы нашу сущность, нашу личность, наш потенциал. Надо провести хорошую тщательную работу по изучению самого себя, прочитать инструкцию к самому себе. Вообще отлично помогает принцип разоблачения. Разоблачение – это то, что позволило нам наконец-таки узнать, что наша земля не плоская, а круглая, что Деда Мороза, к сожалению, не существует, так же, как и не существует лепрекона, и так же, как, например, в России, в Москве в частности, например, по улицам не ходит медведь, который играет на балалайке и пьет водку. Однако это было бы забавно. Разоблачение – это то, что позволяет нам понять, что курение травы и употребление любого наркотика делает нас несвободным, несчастным, отнимает у нас ценнейшие моменты нашей жизни. Мы просто пропускаем ее. Мы ее не видим, мы ее не вдыхаем полной грудью. Подобно персонажу Адама Сэндлера в фильме «Клик с пультом по жизни», мы проживаем жизнь, в которой мы не замечаем, что в ней толком происходит. Как-то раз под одним из моих видео в комментариях мой зритель Максим оставил мне вопрос, так что же получается, у травы нет никаких плюсов? Ребята, я не буду опровергать или отрицать, или подтверждать, что у травы есть какие-то плюсы или минусы. Я всего лишь скажу, что в нашем случае плюсов нет совершенно никаких из-за дозировки, из-за переупотребления, из-за зависимости, в которую мы так или иначе попадаем, когда мы только прикасаемся к этому веществу. Когда мы делаем первую тяжку, она становится разгоночным механизмом, после которого мы с вами начинаем курить 24 на 7, скуривая все запасы, тратя все возможные средства, рискуя чем угодно, покупая это в любое время суток, в любом месте, мы срываемся, как оголтелые, сломя голову, куда-то мчимся, покупаем. Это не наш случай. Хотелось бы нам этого или нет, так или иначе, это не наш случай, к сожалению или к счастью. На этом канале люди, которые смотрят мои видео, не знают, что такое дозировка, не знают, что такое microdose, как они называют здесь. Здесь всякие лаборатории, например, там Силиконовая долина, где ученые делают microdosing и употребляют там миллиграмм какой-нибудь, например, грибов для, скажем, активации, для того, чтобы наше воображение, наш мозг заработал еще активнее. Нет, это не наш случай, к сожалению. Мы просто долбим 24 на 7, и все мы к этому уже пришли, все с этим смирились и это признали. Поэтому говорить о том, что есть польза от курения травы или нет, к сожалению, не приходится. Может быть, кому-то она помогает в каких-то микродозах, опять-таки, если у кого-то есть какие-то проблемы со сном, с аппетитом, не дай бог, раковые заболевания. Может быть, кто-то, кто умеет отслеживать количество принимаемого вещества. Это ему помогает, это делает его жизнь лучше и облегчает каким-то образом, но это не наш случай. Поэтому мы даже не рассматриваем подобный вариант. Однако спасибо Максиму за такой вопрос, и спасибо, ребята, вам за то, что вы смотрите мои видео, оставляете комментарии, связывайтесь со мной в личных сообщениях в разных соцсетях. Мне это приятно, важно. Я чувствую важность того, что мы делаем. Я чувствую вашу поддержку, чувствую ваше вовлечение. И призываю вас под этим видео оставить комментарии. Три самых важных, интересных. Это может быть вопрос, это может быть комментарий. Я озвучу в следующем видео и попробую рассказать о них или бы ответить на вопросы, если это будут таковыми. Так что, ребята, давайте интерактировать. Спасибо еще раз за просмотр этого видео. И увидимся в следующий раз. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok